По документам дом аварийным не считается, но условия проживания говорят сами за себя. Облицовка стен угрожающе свисает над подъездом. Крыша рушится. В этот раз поливали цветы и упало. Ладно, человек отошел только. А тут упал комок. Получается, что это? Ком. Она отошла, если бы не отошла, ее бы убило. Это точно, потому что наклонка была. Вот прямо вот моментом. Когда я ногу сломала здесь, плакала, просила, когда она стояла здесь, я сказала, ну хоть сделайте что-нибудь, я говорю, подняться не могу. Вот тогда Зоя попросила, и вот они вот этот бордюр положили нам, и вот видите, даже этот, загнули просто арматуру, и все. Глава администрации сам говорил, что все, лично слышала, он выступал, чтобы все подвалы были закрыты, будет наказывать. До сих пор подвал открытый. Туда кто только не заходит. Подвалы дома облюбовали бомжи, говорят люди. Они нашли способ воровать воду, за которую платят жильцы. А мы плотим, между прочим, за эту воду, которая утекла. Более того, в неисправном тепловом узле обитает полчища тараканов. Мерзкие насекомые расползаются по подъездам и квартирам. Причем никакие яды на пруссаков не действуют. У нас в санэпидистанции вчера отсюда засунули трубку, пустили воздух с ядом, получается, и буквально пять минут закидали пакетики и уехали. Вот с этой, как говорится, дырочки маленькой. Жители просят отчет за проделанную работу, капремонт. Когда вы проведете это собрание? Отчет о проделанной работе. Ну, давайте, когда Тамара Анатольевна выйдет с отпуска, это где-то через неделю будет. Мы оповестим жильцов. С 1988 года, как вы начали с нами работать, ни разу не проводили. Помните, вот я сколько уже здесь ходила? Ни разу не проводили. Сколько просила. Отчитайтесь перед нами. Не мимо ушей и все. Люди вот уже много лет требуют провести капитальный ремонт. Однако дом в заветный список никак не попадает. Сейчас активисты собирают подписи под обращением в прокуратуру. Юлия Шабанова, Новости Татарстана. 25 лет в эфире. С вами и для вас.